Зелёная река появилась около Лукеринского пруда в Кстове. Несколько дней из трубы ливневой канализации течёт вода яркого зелёного цвета. Вода чуть тёплая, из трубы идёт пар. Кстовчане заметили зелёную речку 12 ноября. В социальных сетях появились фотографии и предположения о том, что же это за вещество. Горючее для НЛО. Это походу кто-то ворует горячую воду из системы отопления. Зачем платить дважды за услуги? Прохожим эта речка видна не сразу. Чтобы её увидеть, нужно приглядеться и пройти за пешеходный тротуар. Однако местные жители нам пояснили, что эта зелёная вода здесь течёт около недели. Выяснять её происхождение никто не стал. Химикаты. Химикаты? А почему так решили? Ну, сюда же сбрасывали как-то раз химикаты, какие-то и рыбы погибли. Поэтому, возможно, это тоже самое продолжение. Вы вообще переживаете, когда такие вещи видите? Ну, животных жалко. Тут же уточки, рыбки. Конечно, жалко их. Да. Из-за самих опасно. Мало людей тоже это опасно. Вот дом стоит на пригорке, и вот только оттуда может быть. Не химия? Ну, это химия. Это, может быть, стирают там, порошки какие-то. Вот. А так, здесь везде вот этот микрорайон, он находится в полном порядке, с канализацией всё нормально. Ну, видимо, что-то заплесневело. Заплесневело? Где, например? Ну, вот там вот из-за того, что вода не проходит, и застой происходит. Это вообще опасно? Возможно. Зелёная речка течёт по всему Лукеринскому оврагу в сторону Волги. Мы нашли то место, куда выходит эта ливнёвка. В Волгу она впадает в 50 метрах от Кстовского бетонного причала. Здесь отчётливо видно позеленевший лёд и воду, которая вытекает прямо в Волгу. Непонятно, сколько зелёной воды утекло в реку за минувшие дни. Пользователи соцсетей предположили, что вода такого цвета идёт из труб отопления. В Кстовских тепловых сетях нам сообщили, что 31 октября в отопительную систему города запустили специальный краситель «Уранин-А», чтобы найти источник возможных утечек. «Это вещество является безвредным. Оно имеет все разрешения для сетевую воду. Поэтому никакого вреда экологии и людям оно не представляет. Это вещество добавляется в всевозможные шампуни. Даже говорят, что тархун иногда тоже. Это цвет напитка тархун». Утечка окрашенной воды произошла на теплосетях в восьмом микрорайоне. По непонятным причинам вода попала в ливневую канализацию, которая как раз и выходит в Лукеринский овраг. Найти место утечки удалось не сразу. «Вчера мы также обнаружили эту утечку. И сейчас при благоприятной погоде мы хотим, чтобы была положительная погода. По положительной температуре воздуха, чтобы не страдали наши трубопроводы и население. Вот как придет положительная температура воздуха. Мы оперативно устраним этот дефект». Зеленые реки периодически появляются не только в Кстове. Пару лет назад такой ручей появился в Тюмени и Кирове. Ну а в Чикаго центральную городскую реку красят в изумрудный цвет специально. Так американцы празднуют День Святого Патрика. Чтобы река стала ярко-зеленой на 5 часов, в нее скидывают 25 килограмм красителя. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, связист ТВ Кстова. Специально для Время новостей.